Приехала я на Рылеево. Давно я тут не была и давно не было видео об этом месте и о нашей комнате, которую мы год назад купили. Всем доброго! Ещё немножко красоты. Кстати, маску надо надеть. В этой комнате всё лето у нас жил мальчик. Ну, сейчас мальчик, так же как и мои мальчишки, уходит в армию, ну и, в общем, он съехал. Он за собой перебрал, но не до конца. Я сняла шторки постирать. Ну, то есть сын там забрал шторки, плед, одеяло, в общем, я всё постирала. Вот теперь иду доубираться за ним, облагораживать то, что он после себя оставил. Если честно, я не представляю, как там сейчас всё выглядит, насколько грязно или не грязно, насколько что-то испорчено или нет, мне сложно сказать. Ну, сейчас зайду, всё оценю своими глазами. Так, ну, у меня началась большая уборка. Мальчик тут, конечно, насвинячил немножечко, всё в масле. Ой, сейчас буду убирать. Вот так вот. Обычно квартиранты – это есть не очень аккуратное обращение со всем тем, что тебе оставлено в пользование. Вот, поэтому сегодня у меня будет грандиозная уборка, ещё и кран. Там, в общем, в коридоре потёк, который с нашей стороны надо звать мужа и ремонтировать кран и раковину. Так, ну, спустя полтора часа окно я хотя бы привела в божеский вид, москитную сетку сняла, но всё остальное тут ещё чистить и чистить. В связи с этим вот какой вопрос. Когда мы сдаём помещение в наём, хотя нельзя сказать, что я эту комнату в чистом виде сдала в наём мальчику этому. У него возникли проблемы, и мы дали ему возможность тут пожить сначала вообще бесплатно, потом он начал оплачивать коммунальные платежи. То есть он жил не совсем бесплатно, но и не совсем в наём, скажем так. В общем-то, от него прибыли никакой я не получала. Это, к слову, о налоговых органах и налогах и вычетах. Вот, поэтому, скажем так, в общем-то, я даже не знаю, как сформулировать. Ну, одним словом, я считаю, что если ты жильё даже снимаешь, всё равно относиться к нему нужно более-менее бережно. Зачастую бывает так, что те, кто снимают жильё, относятся ко всему, что там есть, абы как, и сломать, заляпать, испачкать. Ну, я понимаю, что мальчишка, да, и оттирать жирные пятна, это не совсем в его стиле. Но, тем не менее, вот, холодильник весь жирный, всё вокруг в жиру, даже плита, которой он почти не пользовался. В общем-то, он практически ничего себе не готовил. Но, тем не менее, всё вокруг в масле, в жиру, в общем. Ещё и раковина барахлит. Ну, с раковиной будем вопрос решать. Там что-то надо в ней менять, либо её саму менять. Ну, хотя бы тут, в комнате, внутри, можно было бы... Хотя он приходил, убирал тут специально. Ну, насколько, видимо, мог, настолько убрал. Я не ною, я понимаю, что квартиранты или что-то наподобие квартирантов, это каждый раз... После них надо делать ремонт. Вот. И я вешала сюда новые шторы, новый плед. И, как бы, шторы все в жирных брызгах и в пятнах. Принесла сюда другую сейчас штору. Вот. Кроме штор, прожжённый плед тоже, как бы, я не знаю... Ну, всё равно, как бы, он выходил курить из комнаты. Почему оказался прожжённый плед, я не понимаю. Вот. И, наверное, я должна была быть к этому готова. И я к этому себя готовила, что тут разгром после того, как кто-то пожил. И мне придётся всё приводить в порядок заново. Ну, всё равно, к этому, наверное, нельзя быть готовой никак. Так. Вот сейчас, на данный момент, как всё выглядит. Ну, о жирных пятнах это вот. Вот эта штучка у нас была новая. Чё он тут с ней за три месяца сделал, не знаю. Ой. Ну, в общем, как-то так, да. За раз, я так понимаю, я тут это всё не ототру. Ну, вот такая плита. Да. Причём... Ой-ё-ё... Всё это мы приносили сюда новое. Ну, я думаю, вот это я возьму домой, до мототру. Да. Как-то так. Блин, если честно, стою в большом раздумье, с чего начать. Открыл эту кастрюлю. Лучше бы я её не открывала. Да. Ладно, продолжим. Поехали. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, с окном получилось пока так... Ой, руки аж трясутся от штор... Зелёные, конечно, тут были наши круче... Эти... Не так... Не то... Не очень... Ну, ладно, пока так... Потом посмотрим, может, я другие ещё докуплю... Сейчас растелю плед... Притру стол... И на сегодня всё... Сейчас я тут на полу накидал, соберу... Вон, ковролин надо ещё оттирать... Пятна... Эх... Ну, пока как-то так... Забрала стирать... Всё, что надо... У меня нет слов... У меня аж голос сел... Устала, руки трясутся... Мусор ещё пока не выношу... Мусор ещё пока не выношу... Потому что всё равно приходить... Холодильник не разморозился... Ну, в общем, как-то так... Ну, это, к слову, о квартирантах, да? Ну, убралась... Не переломилась... До завтра моя комната... Завтра уже сюда будет заходить... Не так, как сегодня... Это он ещё оставил вам свои причиндалы... Хе-хе-хе... Так... Ну, всё... На этом с Рылеева я своё видео закончу... Всем пока-пока... Хорошей погоды... Кстати, выглянуло солнышко... У нас там погода налаживается... Вот... На этом всем хорошего настроения... И пока-пока... В общем, Андрюха закончил учиться... Пару у него закончились... Решили мы с ним пересечься... Вместе домой поехать... Не знаю, насколько он в шоке или нет... А я в шоке... Не, я, конечно, понимаю, что квартирант это трэш... Ну, что... Настолько... Я просто не была готова... Вот и всё... Ладно... Ерунда... Теперь точно... Всё... Пока-пока... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok